Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня в программе Подходим, не счастяемся А квартиры как ты лишился? Он мне, в общем, предложил вложиться в трубе Ты моя красота невнимательная, а? Ты машину продаешь или нет? Никуда ты не поедешь? Честное слово, я не знаю вообще, о чем вы говорите Я всегда говорил, что чем проще развод, тем больше шансов, что на него поведется большее количество людей Я знаю мошенников, которые делают такие разводы, ну так, мимоходом по дороге домой Развод простой, прям на ровном месте И я хочу его показать вам воочию Чтобы это сделать, нам нужно приехать на стоянку большого супермаркета Почему большого? Потому что время, которое потенциальная жертва тратит Обойти весь магазин Мне нужно для того, чтобы подготовиться и откатать этот развод Без сучка и задорин Главное в этой дюлюге Безошибочно подобрать потенциальную жертву Тут подойдет Какой-нибудь пуделек одинокий Который приехал без поддержки в большой магазин Желательно борзоватый по жизни Тогда для него моя грубость Будет действительно чувствительной Либо подойдет девушка молодая Они вообще легко реагируют на всякую грубость и на всякое давление Легко ездить по ушам и подбиваться к своих целей Машину нужно выбирать Не дешевую, но и не самую дорогую А вот, кстати, интересная машинка Смотри-ка, серый седанчик Давай-ка за ней понаблюдаем Ты моя красота невнимательная, а В телефон она тупе Закрыла машину, не закрыла, даже не посмотрела Вот так вас и вычисляют Вы ведете себя, как шляпки на дороге Миша, видишь эту девочку в белой кофточке? Да, конечно, вижу Давай-ка ты ее проведешь до торгового центра Если она уйдет в ряды, значит она надолго Дай мне знать Хорошо, это надо Так вот, чтобы эту делюгу отмотать Нам надо кое-что сделать Сейчас, секунду ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Влад, Влад, Наталья На связи, Миша Влад, она зашла в магазин Хоть передам, я думаю, не долго Ну вот и отлично принято Так, ну что Начнем с того, что по номерам узнаем Настоящего владельца этого авто Есть у меня такой мессенджер В котором есть хитроумный ботик Сейчас мы введем номер автомобиля Ну вот так Владелец машины Юлия Владимировна Даже указан ее мобильный телефон Думаю, что вот эта девочка Которая пошла в магазин И есть хозяйка автомобиля На нее он оформлен А дальше делаем нехитрую историю На известном сайте бесплатных объявлений Мы сейчас сформируем объявление О продаже вот этого авто Фотографии которого я только что сделал Так, продаю автомобиль Видите? Я указал телефон владелица автомобиля И разместил те самые фотографии Пока объявление видно только мне Поэтому никто звонить ей по этому поводу не будет Все А теперь на ее номер Мы формируем поддельный чек перевода Якобы я и отправил аванс Я заранее заготовил шаблон Добавляем сюда имя, фамилию, отчество Хозяйки автомобиля В нашем случае это Юля Владимировна К Ее телефон Все, платеж на 5000 А в качестве комментария Укажем предоплата за автомобиль Номер такой-то Похоже По-моему, как настоящий Остается дождаться хозяйку машины И в достаточно жесткой форме Попытаться отстоять свои интересы Либо принудить ее продавать автомобиль Что она явно не собирается Либо отжать деньги Ту самую пятерку Все, купили попкорн Ждем Влад, ты на связи, Влад? На связи, Миша Влад, девушка, я думаю, уже возвращается Отлично, у меня все готово Ну что, надо сделать последний штрих ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повезло мне, да? Я что, тебя буду искать по всей Москве, что ли, а? Что случилось? Что случилось? Ты за кого меня принимаешь? Что случилось? В смысле? Это хорошо, что я случайно твою машину встретил У стоянки торгового центра Ты что, меня за дурака держишь, я не пойму? Вы о чем? Ты машину продаешь или нет? Никуда ты не поедешь Я тебя по всей Москве искал Не, вы что-то путаете Я как бы... Деточка, это ты что-то путаешь Я тебе деньги отправил Можно я проехать, пожалуйста? Вы меня с кем-то спутали Что я не спутал? Ты машину продаешь или нет? Я не продавала Вот это ты? Объявление писала о продаже машины Ты номер посмотри Вот это твой номер? Я... А телефон твой, Юлия Владимировна? Ну, мой, ну я ничего не продавала Я никаких объявлений не давала То есть ты не хочешь продавать автомобиль? Нет, конечно, не хочу С чего бы вдруг-то? Ты зачем деньги тогда у меня вымогаешь? Я тебе вот по платежке отправил пять тысяч Честное слово, я не знаю вообще, о чем вы говорите Я вообще первый раз слышу Это твой телефон? Пять тысяч, я тебе аванс за автомобиль перевел Я честное слово, молодой человек Я правда ничего не делала такого Все, я звоню ребятам Короче, ты по-хорошему, правда, не понимаешь Не надо, ладно? Не надо Верни деньги тогда, раз машину не продаешь Пять тысяч возвращай Блин, ладно, я отдам, но я... Я честно говорю, я ничего такого не делала Я правда... Я... 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 Ни хрена себе ошибкой на пять тысяч Извините, но я не делала ничего Все, ребята, подходим, подходим Не надо, ребят, ну я же уже отдала все Это другие ребята, расслабься В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? Всем незнакомцам по пятерке отдаешь Здравствуй, меня Влад Чижов зовут Я снимаю программу на канале, чья называется решала Иди, 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 смотри в камеру Смотри, пусть тебе стыдно будет Всем она пятерки раздает Ну посмотри, как не стыдно Я вот это фуфло за 15 минут сделал И чек поддельный сделал за 15 минут Да И фотографию твоей машины разместил на сайте Иди, 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 иди За 15 минут А ты мне пятерку отдала Да зачем вы людей пугаете? На, держи деньги Обидно Я так напугалась Это... Послушай меня Послушай меня Вот этот развод, он как раз и настроен на то, чтобы взять жертву за кадык, наехать на нее И они от страха тут же отдают деньги Поняла меня? А если на будущее в такую ситуацию попадешь Ты должна помнить В любой трудной истории Никогда не теряй самообладание Всегда вызывай полицию Если это мошенники, они тут же смоются Да вот просто так набросились Я как бы... Я испугалась Все, все, не трясись Страшно Она трясется прям Все, успокаивайся Скажи мне, пожалуйста Ты считаешь это полезно? Ну в следующий раз я... Да, я думаю Стоит, конечно Ты мне разрешишь это показать в программе? Ну, естественно Если бы я, наверное, такое видела Может быть, я была бы готова Все, езжай Не обижайся на нас Ну как еще вас учить? Нет, давайте тогда уже селфи сделаем, чувак Селфи? Ну давай Все, не обижайся на меня, пожалуйста Все, не трясись, пожалуйста Все хорошо Не пугайте так людей будет Это пипец Ребята, ну где жесть? Привет Пугаса, можно с вами, пожалуйста? Ну давай Очень много ваших передач Смотрю, Сань, давай Все, счастливо, ребята Спасибо большое Счастливо, да Счастливо Счастливо тебе, Юлия Владимировна Развод этот рассчитан на то, чтобы взять на храп Жертва начинает теряться А вы не спешите с помощью денег решать свои проблемы Не нужно грузиться на бабло, которого вы в глаза не видели Мошенники – это вам не гангстеры Они вас бить не будут Это статья другая, да и профиль совсем другой Так что в любой ситуации сохраняйте хладнокровие и вызывайте полицию Не важно, сколько людей вас окружило, вызывайте полицию Если это мошенники, они тут же смоются Им такой расклад не нужен Так что берегите деньги Смотрите далее Я теперь в полной Живу в хвостуле Ложился в рубины Можно братья посмотреть? Нет Квартирка такая Бомж-винтаж Прийти к ним и сказать «Здрасте, я юрист» Нет, так не будет Могу только вот это Тихо Узнаешь колечко-то? Вот вы сейчас сидите дома Смотрите мою программу Тепло, уютно Я не знаю, как вам квартира эта досталась В которой вы сейчас находитесь Тяжело вы работали, ее купили Или, может быть, ипотека А может быть, досталась от родителей Но это не важно Важно то, что в этой квартире вы чувствуете себя дома Вы, наверное, думаете, что без квартиры остаются только маргиналы Алкоголики какие-нибудь, наркоманы Нет, это не так Мне в блок написал Артур Нормальный трудовой мужик Ездит, работает вахтовым методом А тут вдруг решил, что он инвестор И что в итоге Ни квартира, ни денег Да что я рассказываю Вот его история Здравствуйте, Влад Меня зовут Артур Я теперь в полной Живу в хостеле А попал я в эту ситуацию По вине Одного мужика Его зовут Валера Который замутил Клуб для бизнесменов Вложился в рубины Я, конечно, хотел сначала отказаться Потому что накоплений было мало А потом Они меня все-таки обработали Ну а теперь Полная Ни денег Ни бабла Ни квартиры Ну вот такая вот история Через слово Бред собачий Элитный клуб какой-то Рубина из Бирмы Ясно было еще на входе Что его аккуратненько подвели И хлопнули Тем более я так понял Что Артур человек трудовой И от этих сфер бизнеса Очень далекий В любом случае Я с ним договорился О встрече Нужно как минимум Мужчину поддержать Пообщаться с ним Возможно будут какие-то подробности И я смогу ему помочь Привет, Артур Здравствуйте Ну что Как ты Стал инвестором Скажи мне Да Элитный клуб Это, наверное, у тебя элитный хостел, да? Что-то типа Что-то типа Ладно, давай не тушусь Рассказывай, как все было Да Как На рекламу Валера Похвастался, что у него Крутая тачка В общем Яхта Пентхаус Вступление в клуб В общем, 200 тысяч Ты 200 штук еще заплатил? Да нет Они мне прислали тест Для тех, кто хочет бесплатно туда попасть Так, и что? Ну, в общем, мне сообщили, что я показал запредельные результаты Браво просто То есть ты показал запредельные просто результаты Ты живешь в хостеле, правильно? В итоге что? Они тебя приняли в этот закрытый клуб В общем, в клубе Там был Максим Он мне, в общем, предложил вложиться в рубины А ты всю жизнь занимался рубинами И знаешь, в этой теме толк, да? Да нет Он нашел человека из Бирмы Тот предлагал, в общем, 12 рубинов За 30 миллионов На аукционе они должны были уйти за 100 Хороший подход А я должен был получить 20 А квартиры как ты лишился? У меня денег не было Он мне предложил вложить мою долю со своей стороны А я за это должен был написать дарственную Класс! И сколько квартиры стоило? 7 миллионов Скажи мне, пожалуйста Ты с этими людьми лично общался, да? Ну да Мы с ними в ресторане встречались А дарственную ты подписал? Прям там же в ресторане? Нет Я уже, когда они мне дали мою долю рубинов Ага В общем, и тогда поехали к нотариусу Мы подписали Браво, просто браво И как дальше? Я приехал с вахты, в общем И обнаружил, что у меня, в общем, в квартире моей Живут уже другие люди Так Вот Звонил Валерию, Максиму, в общем, на звонки они не отвечали Ну, я, в общем, решил продать эти рубины Ага Вот Мне сказали, что свои 12 рублей в виде стекла Я могу оставить при себе Вот так А это у тебя случайно не договор дарения? Да Позволишь, я полюбопустую? Полюбопустую Ты оформлял это на Валерия все? Валерий к***, да? Да Здесь его адрес Ты был по адресу регистрации? Регистрация была временная Она уже закончилась И он там уже не живет И он там не живет Понятно Хорошо Так, а это, я так понимаю Да Это стекляшки Это же договор Ну, что я тебе могу сказать Стекляшки, конечно, тебе нужно сохранить Как напоминание о твоей, прости, глупости, неосмотрительности Договор, который ты подписал Собственноручно, без принуждения Имеет полную юридическую силу Поэтому отыграть квартиру назад практически невозможно Может, что-то можно сделать? Я просто потерял все Просто ничего еще нет Помогите, пожалуйста Все очень непросто Есть один единственный шанс То, что они просто не успели Раззербанить бабло И получится с них что-то забрать назад Но это единственное, чем я могу тебе помочь Я понял Ладно, давай, не кисни Будем решать У меня единственная к тебе просьба Расскажи мне, пожалуйста Сохранилась фотография этих двух персонажей Валера и Максима? Только Валера Только Валера Пришли мне, пожалуйста, их на мессенджер Хорошо Все Спасибо большое Видел, Регину Фоточку сменила Хорошенькая Привет, Влад А я только вспоминала тебя Да ладно Серьезно, что ли? Да Слушай, я тебе там файл отправил Там фотография с договора дарения Там реквизиты некого Валерия Проверь, пожалуйста Какая на нем еще может быть недвижимость? Сможешь мне это подготовить? Ну, я сейчас немножко занята Давай где-то через час Хорошо Договорились Угу Все, спасибо тебе Все Давай, пока Ладно, поехали Бедолагу этого Артура Отработали по классической схеме Показали им грушу золотую с деньгами Вот он и повелся А чтобы у него психологически не возникло ощущение опасности Они ему сказали Денег платить не надо Мы сами за тебя заплатим Ты же начинающий бизнесмен Мы все сделаем за тебя Но ты только прогарантируй нам свои квартиры И сейчас очень многое зависит от того Что даст Регина Потому что квартира Это единственная связь С этими прохиндеями Короче, пока Регина занята Давай-ка по овец съездим Регина какое-то сообщение прислала Непонятное Региночка, я получил от тебя смс Там три адреса А что-то я ничего не понял Ну смотри Первые две квартиры Это значит квартиры, которыми он владел очень недолго И быстро продал Вот одну из них где-то полгода назад А вторую буквально пару недель А вот последний адрес Это старый жилфонд И вот он ему принадлежит уже лет 10 Ах, вот оно что То есть ты думаешь, что это его квартира по-настоящему А эти квартиры он, видимо, в делюге как-то забирал, да? Вот, конечно, да Все, спасибо тебе большое Адрес есть Так Давай, пока Миша, выйди на связь На связь, Влад Заготовь, пожалуйста У тебя, по-моему, есть там форма сантехника Да Все, отлично, делайте Короче, едем в адрес Так, а вот и смс-очка пришла О, а это у нас Валера на фотографии На фоне элитной тачки Так что, Валера, мы теперь тебя в лицо знаем Судя по тому, что нам прислала Регина У этих ребят этот процесс поставлен на поток А чтобы для лоха это не выглядело банально дай бабок Начинается тонкая психологическая игра Когда человеку вкладывают в голову о том, что он особенный Все, если он поверил Хлобучь его как хочешь Хочешь нефтью будем торговать Хочешь золотом Он под все даст денег Если у него есть Или имущество Мне в блог написал Артур Решил, что он инвестор И что в итоге Ни квартира, ни денег Он мне, в общем, предложил вложиться в рубет О, а это у нас Валера на фотографии На фоне элитной тачки Я сделал Регина, фоточку с меню Хорошенькая А вот последний адрес Это старый жил Все, спасибо тебе большое Адрес есть Заготовь, пожалуйста У тебя, по-моему, есть там форма сантехника Миша, выйди на связь Ты на месте? Да, Влад Я на месте подъехал уже Ты подготовился? Да, Влад подготовился Не жмет тебе костюмчик? Не, не жмет Все, хорошо Думаю, придется даже Отлично Короче, давай так Под видом сантехника В 43-ю квартиру Нужно хозяин Разговорить Срисовать его фейс Хорошо, договорились Так, ну это точно не Валера Я знаю, Миша Нормально А можно брать и посмотреть? Нет Квартирка такая, винтажный стиль Ну прям все как для миллионеров Бомж-винтаж Миша, а вы в собственной квартире? Допустим Мне надо точно поднимать Составители Или нет То, что вы сливаетесь на предносили Ну допустим, снимаю Миша, попробуй у него узнать Телефон хозяина Я завтра сообщу ему Веду его в квартиру И завтра приходите Все, Миша, уходи Миша, надо установить наблюдение Либо Валера появится у себя на хате Либо этот чувачок Нас к Валере приведет Тут без вариантов Держим плотно Проблем Ну все, поехали Ну вот так вот все и происходит Подъехала машинка неприметная С тонированными стеклами Постояла пять минут Так-то вроде ничего не произошло А процесс запущен Так вот, если слежка результатов не даст Я с этим чувачком лично пообщаюсь Чтобы он свои допустим И прочее Лексикон научно-популярный Засунулся в одно место Найду слова, чтобы его разговаривать А сейчас пока жду Ну и что с того, что Артур прислал мне фотографию Этого Валерия На фоне автомобиля Который подтверждает успешность его жизни Ну знаем номера Ну знаем автомобиль Дальше что? По месту прописки Не проживает Зато там проживает некий колды За ним мы тоже понаблюдали И вот выяснили Достаточно интересные подробности Посмотрим видео Буквально на следующее утро Колдырь вышел из своей квартиры Абсолютно преображенным человеком Совершенно не пьяный Хорошо одетый И садится В дорогой автомобиль Угадайте какой Все верно В автомобиль Номера совпадают Мои ребята подсели ему на хвост Дальше было еще интереснее Этот мужичок Привез нас в дорогой коттеджный поселок И угадайте кого мы встретили У одного из домов Совершенно точно Валерия А мужик этот лысый На самом деле Его водитель И по совместительству охранник Так что теперь мы точно знаем Место жительства Ребята пасут эту машину Поэтому самое время Присоединиться к группе Возможно нужно уже встречаться с этим Задавать свои вопросы Андрей выйди на связь На связь вот Андрей скинь мне меточку Где вы находитесь Я сейчас подскочу Пусть дел Все Сворачиваемся Едем Влад Выси на связь На связи Андрей Объезд приехал в ресторан С каким-то мужиком Встречается А видео есть Можешь мне прислать Без проблем Отправляю Спасибо Так Ну это точно Валера А встречается он похоже Со своим подельником Ты знаешь Я думаю Тоже Все должно пройти в ад Судя по разговору Какую-то делегу Видимо намечают Да Ну договор на арене Сам знаешь Оформишься Вот Мечта Камушки 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 Так Надо сделать скриншотик Этого персонажа Ну-ка Поверлись к нам И учитай Покажи личико Опа Есть Так Отправить Все Артур По дороге позвоним Алло Артур Привет Это Влад Я тебе там фоточку На телефон отправил Вот один из них Валера А второй случайно Не Максим Да-да Это он Это Максим Вот этот самый Понятно Куда мне подъехать Я готов Я готов Подвигаться Артур Давай ты сейчас Суетиться не будешь Если ты мне Будешь нужен Я тебя вызову Сейчас пока Сиди на месте Хорошо Ну идем Все давай без нервов Все пока До связи Интересная история Ну шучу Ну шучу конечно Не человеческий Нужно похожий На человеческие Палицы Искусственная кровь Найдешь А конечно Все Чуть Поперем Все Спасибо Так я на месте Кто на связи Андрей здесь Что происходит Андрей Вот Ну здесь К нашим парням Еще один мужик Призыв Отправляю Трансляцию Ну давай посмотрим Что тут происходит Ну вот смотри Следующий образ Он будет Через три месяца Но ждать Немного осталось Вот Камни Как и обещал Да А человек Это похоже Новая жертва Останется подписать Договор дарения И как говорится Все получит Четверо По мне так стекло Так стекло Ну вот Хороший стекло Сейчас смотреть Близь сертификат Вот все Печати стоят Камни проверены Все проверяли Макс Все в этом ничего Не понимаю Вот еще Смотри как укатывают его А Покруче чем на рынке Катают Слушай я сюда ехал Тоже думал Хотел Давайте к вот Этого все дела Еще разочек Экспертизу пройдем Просто нормально А мужик молодец Подозревалку включил В нужное время Я вам тоже Всегда говорю Не стесняйтесь Говорить нет Слушай Это последний шанс Стать человеком 30 лет А все убить можно Понимаешь Двадцать говорил Двадцать говорил Конечно говорил Это же акцион Похоже на какой-то Узбодим Чисто с водой Влад парни Подъехали на месте уже Все принял Хорошо Парни давайте На этих ребят У нас уже кое-что есть В любом случае С ними буду Разговаривать С позицией силы А как вы хотели Прийти к ним Сказать здрасте Я юрист Не так не будет О А вот и наши пупсики Так ребята Всем внимание Готовность номер один Миша БМВ пасем до упора Серега Работаем второго Руки Руки давай Бегом Все Грузи его туда Ну что Максим Расскажи мне Про Валеру Про своего Тихо 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 Давай-ка я тебе Под голову постелю Расскажешь Ты такой Что хотел Что я хотел Вот колечко свое Хотел забрать Давай Давай Не крути руками Все Лежи отдыхай И не дергайся Вякнешь хоть раз Башку снесу О Симпатичный такой Нормально А это кровь да? Да Сейчас колечко Мы напелим О Юниш Так А я большой любитель Кстати Прекрасного мастера Так ребята Все Едем за мной Миша выйди на связь Ладно На связь Где ты сейчас? В Палтушке едем Он остановился В магазине Видно продукты Покупал Сейчас едем дальше Видно едет В сторону дома Все принял Я от тебя недалеко Думаю что минут через пять Нагоню Хорошо Ну он в сторону Своего дома едет Так Надо звонить Артур Алло Артур это Влад Чижов А да вот Артур Сейчас кину адрес СМС Нужно туда подъехать Будем встречаться С этими нехорошими людьми Которые тебя кинули На квартиру Будем забирать деньги А да Буду обязательно Спасибо большое Все Артур Не опаздывай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Камера в машине остается Здорово соседи Как поживаете? Че надо? Отсюда быстро Че ты трясешься? Че случилось? Ну че ты Не дергайся Ребята Мы инвесторы Какие еще инвесторы? А вот хотим В твой бизнес 30 миллионов денег Инвестировать Какие инвесторы? Какие деньги? Вы че ребята? Ну че еще деньги инвестируют В рубиновый бизнес Че скажешь? Говорят выгодный очень Нет никакого бизнеса Вы че? А вот друг твой Говорит что Бизнес есть Ребят Подними у тебя Партиночку Вспомнил? Максим? Да Ты извини Я просто целиком Этого Максима Притащить тебе не могу Могу только Вот это показать Ребят Вспомнил? Да Вспомнил Отлично Тогда давай Сделаем водка Семьянов Готовь за его квартиру И мы тогда Разойдемся Готов заплатить? Готов Иди давай Сейчас мы ребят Тебя проводим Иди дома? Дома Все дома Ребят Привет Артур Тихо Тихо Спокойно Что происходит? Ты косятишь А мы с тебя Вопросы решаем Ребят Подходим С камерами сюда Короче Че люди Которые тебя Кинули на квартиру Я думаю Вопрос сейчас решим И деньги ты получишь Назад Все нормально Вы понимаете Что вы сделали? Тихо Тихо Успокойся Деньги готовы? Сколько здесь? 7 миллионов Возвращай деньги Возвращайте А я чуть не забыл Нам чужого-то не надо Андрюш Там из багажника Смети мусорок Принячи сюда Сейчас мы тебе сдачу отдадим А вот и сдача твоя Тихо Не дергайся Узнаешь, Артон? Ну да Иди-ка сюда Второй Иди-иди сюда А че пацаны Происходят? И че у нас Так развеете Вот если бы ты его За жадность И за глупость Наказал тысяч на 30 Меня бы здесь не было А ты последний у него взял Вот выводы делай, короче Суши штаны Поехали Спасибо большое Ну, Артур, ты даешь вообще Ты как инвестор, считай, состоялся Понял? Больше не буду лезть Никаких Больше не будешь лезть Давай, будь осторожен С деньгами Там за поворотом машина И дать тебя довезут Спасибо большое Спасибо Давай Артур этот Просто счастливчик Своей собственной рукой Отписал прохиндеем Квартиру Я и сам до конца Не был уверен Что получится помочь Этому Артуру Вот живете вы Работа у вас есть Там бизнес маленький Крыша над головой И тут в голову Вам прилетает мысль Что вы теперь инвестор Что зарабатывать Вы теперь будете На валютных парах На камнях Из пирмы Ребят Вы прежде чем Деньги отдать Прохиндеем И квартиры Закладываете Вы родственникам Расскажите Какой вы инвестор Друзьям расскажите На чем вы собираетесь Зарабатывать миллионы Очень много нового О себе узнаете Какой вы нахрен инвестор Вот как-то так Смотрите далее Знаете основной принцип Работы рекламы Сделать вас несчастными И подсказать Дешевый путь к счастью Подходим Не стесняемся Я такого очистителя В своей жизни не видела Узнаете себя В магазинах Как же вас отучить Покупать Всякое барахло Вот вы идете По супермаркету И начинаете Метать глазами Вы реагируете На каждую рекламную Самонуху Такое ощущение Что ваши деньги В кармане Жгут вам ляжку И вам требуется Срочно их Куда-нибудь выкинуть А прохиндей на этом Зарабатывают Сегодня я покажу Как вы ведете себя В супермаркетах И чем это может закончиться Олег Здравствуй, дорогой Привет Я готовлюсь В общем так, ребята Я решил Организовать Небольшую точку продаж Антигрезин Вчера всю ночь Придумывали на кухне А поможет мне в этом Мой друг Олег Который выступит В качестве Такого бойкого Суперменеджера Который будет Презентовать Антигрезин Для вас И освобождать Ваши карманы От денег Давай тогда Ты начнешь Я тебе со стороны Проассистирую Я думаю, все получится Давай Поехали Счастливой охоты Поехали Раздемонстрировался Сейчас народ Народ пока не покупает Присматривается Прислушивается Что скажет Олег Посмотрите Это кофе Помните Школьное правописание Чернила, да? Красное вино Добавляем сюда же К этой гремучей смеси Я еще добавлю йод Который вообще не ацетируется Знаете основной принцип работы рекламы? Сделать вас несчастными И подсказать Дешевый путь к счастью Вот так это и работает Так Сейчас я это все перемешиваю И Теперь Мы берем На эту майку Выливаем Нашу Жуткую Смесь Опа Оооо Какое пятное Все, да? Подумаете вы Ну да, вы насквозь Капец, да? Точно Видишь, что Вот можно весь это выкидывать, да? А нет Тут надо в нужный момент показать чудо И это чудо сейчас вам будет Здесь только спасет Вот чудо Средство Ого Пятно Уходит Прямо на ваших глазах Фантастика Тихо, тихо, тихо Мы тут народ дурим А ты нам мешаешь Все Я в воде Именно сегодня Вот только сейчас Вы можете приобрести его Всего за 300 рублей Себестоимость одной бутылочки 6-7 рублей Вот как-то так Я такого очистителя В своей жизни не видела Все Народ уже прогретый Прямо отлично подготовленный Нужно сделать первую покупку Этого флакончика Вам хватит Где-то на 20 стирок Как ручной Так и механический Извините, пожалуйста У вас антигрезин же, да? Да, да, да Мне нужно две Дайте, пожалуйста Я просто тороплюсь очень сильно Да, пожалуйста Вот Очень хорошее средство Да, работает Вообще шикарно Вы уже пробовали его, да? Я в другом магазине У вас покупал Одна капелька И все Да, земля с луками Полнится Спасибо большое Да, да, да Выходите, пожалуйста Я возьму три Я возьму три У меня в рюке Я возьму три баночки Пожалуйста Мне нужны 900 Значит, я получу вам 900 Мне нужно три баночки Хорошо Давайте все в очередь встанем Девушки Кто приобрел Это чудо-средство Пожалуйста, уходите Потому что дальше Дальше будет еще сюрприз Смотри, смотри Женщина пришла, похоже, из химчистки Конкурентов у нас увидела Сколько вам? Пожалуйста, выбирайте Не расходимся Еще будет сюрприз Вам одну, да? Берите Пожалуйста, выбирайте Дорогие друзья Подойдите поближе Все, кто купил Сейчас сюрприз, как я вам обещал Перед вами выступит Создатель этого замечательного средства Кстати, возможно, вы его даже знаете Это ведущий Программы «Решала» Влад Чижов Давайте поприветствуем его Ну что, попались? Попались? Ну как же вы так? Олег, спасибо тебе большое Вы платите свои заработанные деньги За такое фуфло Да ладно Мы вот этот раствор Конструировали вчера вечером На кухне с Олегом Это обычный фотографический фиксаж Который работает на реакции посветления Только с йодом Олег подменил вам бокальчики Вся грязь вот здесь А вот йод вот здесь Вот такая вот история Эффект был ошеломляющий Быстрематический Ребята, вы поймите Что вот эти чудо-коммерсанты Которые каждый день обманывают вас в магазинах Работают именно по этому же принципу Продают товар дешево Показывают вам фокусы Нет чудес У них задача Освободить ваши карманы Олег, рассчитайся с людьми Лат, а можно ваша автографка? Сколько? Да можно, конечно Одно брали Как вас зовут? Светлана Света Держите Спасибо Не попадайтесь Все, ребята, рассчитывайтесь И вы уж меня простите, пожалуйста Вы позволите, я у себя в программе это все покажу Все Спасибо вам Спасибо Спасибо, счастливо Спасибо, пока Да, не за что Ну вот так Узнаете себя в магазинах? Метущие все подряд С полок Вам это нужно, не нужно Все равно отдали деньги, купили Так пригодится Я надеюсь, вы понимаете Что не бывает никаких суперсредств От грязи, от насморка Не бывает волшебных каких-то растворителей Очистителей И прочих каких-то суперпродуктов Все это рекламные уловки Если вы видите хорошо организованную презентацию Это делается для того, чтобы показать вам фокус Чтобы вместо аплодисментов Вы доставали свои кошельки И покупали за рубль то, что стоит копники Вот как-то так В своих письмах вы часто просите меня о помощи Сегодня выпала свободная минутка Отвечаю на конкретное письмо Пишет мне Олег Селиверстов Ему на страничку в социальной сети написала милая дама И предложила такую работу Мол, мы представляем некую контору Которая выводит средства Из государственных и негосударственных фондов Для этого нам нужна ваша карта Ваша банковская карта Условия работы очень простые Мы вам отправляем 100 тысяч Вы нам возвращаете 50 тысяч наличными А 50 тысяч остается у вас Олегу очень сильно понравилась эта идея Словить халявный полтинник А дальше история такая Ну раз вы согласны Тогда пожалуйста на электронный кошелек Отправьте 10% от этой суммы В качестве гарантии И Олег отправил десятку На неизвестный безымянный электронный кошелек На этом все сделки для Олега закончились Его поставили в черный список И он меня просит Просто умоляет Чтобы я нашел мошенника Олег, друг мой А сам-то ты не знал Что такое слово Обнал Ведь эта милая девушка Тебе объяснила Что занимаются они тем Что выводят из разных фондов Безналичные деньги А ты возвращаешь наличные Государство Закручивает гайки Всем прохиндеям Которые совершают Незаконные финансовые операции Ты сам мошенник, Олег Так что вопрос я твой Оставляю без ответа А другим посоветую Жить честно Не надо пытаться заработать На мошеннических схемах Потому что вы и будете потом Первая жертва И пожаловаться будет Уже некому Вот как-то так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok